привет друзья товарищи мастера любители профессионалу сегодня у нас на ремонте телефон nokia модель конус вот такая дефект дисплея разбито стекло дисплей не пострадал но будем менять полностью модуль снова модуль еще нет распакованный не приступим сепаратора также у меня нету все еще так что будем расклеивать инсопропанова постараюсь сохранить модуль оставлю в тестовый положу но не факт что получится разбить и очень сильная как раз верхней части там по моему шлейф уйдет насколько я помню сейчас посмотрю а нет шлейфа у нас внизу ну послал может быть получится сохранить но не факт так и он запропонула телефон в лучших традициях самсуга собран разбирается через морду так что будем его расклеивать наш лезвие любимое и где-нибудь более целой части надо его подсунуть под стекло вот таким образом и пластиковой картой пытаемся туда подлезть и чили образовалась хорошая так вот так надо посмотреть какая рамка здесь принципе не сильно большая рамка у нас на языке уже 5 клиенты ходят так я короче еще спирт тяги маленько подлил сюда вниз думаю хуже не будет легче отклеится посмотрим из-за пропанок уже не сделает принципе так то гермитостом по ходу дела отличные у них ну короче не угадал разбирается у нас по ходу делать через жопу но дисплей в принципе сохранен маленько дефект на подсветке но не страшно начну как тестовая пригодится так что уж лучше так чем не как пока ноги у меня не было еще не тестовых никаких проверю тач тач функционирует и будем думать как он разбирается наверное все таки через вот эту крышку да которые по ходу дела у нас приклеены и прищелкнута кстати дисплей куплен в liberty project liberty project продает не всем поэтому ссылку на дисплей оставлю в описании под этим видео для заказа продолжим на крышка приклеена слава богу что она пластиковая еще и защелкнута приклеена и защелкнута так видим на какой у нас там клей имеется так крышку разобрали сняли шлейф дисплей у нас под батарейка сейчас отклею батарейку и вернусь так вытянув один хлястик второй у нас отвалился сам аккумулятор у нас вышел почти без повреждения но это не страшно так телефон у нас обесточен вот этот шлейф это шлейф дисплея мы его аккуратно отклеиваем так как дисплей нам еще нужен убираем дисплей из рамки теперь остатки до тепла нам будут мешать проверить новый дисплей поэтому мы их удаляем рамку почистим плыжи имеем пломбу пломбу не срываем пока не проверим накидываем так примерно подключаем аккумулятор запускаем так вибрация прошла картинка есть картинка у нас есть сейчас запустится проверим тач если все хорошо чистим рамку вклеиваем так телефон запустился проверяем тач тач отзывается корректно думаю проблем с ним не будет теперь выключаем аппарат чистим рамку вклеиваем дисплей отключаем аккумулятор отключаем новый дисплей вычищаем остатки старой клейкой основы итак старая клейка снова удалена берем изопропиловый спирт ватную палочку и нашу рамочку обезжириваем обезжириваем заодно убираем остатки мелкого стекла если оно попадется так все рамочку обезжириваем берем наш клей клей е8000 что насохло уже что-то уже насохло на нем берем рамку и тонким тонким слоем по краю рамки наносим наносим алло слышите я при этом сады есть так есть так как дисплей у нас склеенный грубо говоря остатки клея у нас просто вытрятся наружу не боимся наносим снимаем защитную пленку уже проверенного дисплея вставляем шлейф в его посадочное место и центруя поверху рамки опускаем дисплейный модуль в рамку все дисплей у нас находится в рамке клей остатки клея выдавливаются теперь снимаем защитный слой со шлейфа вот он склейка я снова и приклеиваем шлейф на его законное место сразу же его подключаем так маленько неровно не беда сейчас переклеим все шлейф у вас подключен и находится в своем посадочном месте теперь берем прищепки вот такие у меня с алиэкспресса тоже ссылку оставлю в описании и на эти прищепки мы его садим вот таким вот образом четыре штуки надо будет смотрим чтобы мимо рамки ничего у нас не прилипло и и Субтитры сделал DimaTorzok